всем привет вы наверно спросите что же делают два старых башмака у вас на экране а все дело в том что я решил разобраться почему это происходит с обувью эко почему оно происходит именно с обувью эко и наверное с вами тоже это происходило хотя возможно вам повезло мне уже наверное в третий раз так не повезло поэтому все таки решил разобраться и понять почему это происходит почему это происходит с обувью эко а именно с ее подошвой наверное сначала расскажу о хороших сторонах обуви эко вот а потом уже перейду скажем так к тем минусам который мне почему-то все время в них встречаются хорошая часть во-первых износить кожу в ботинках эко туфлях зимних незимних практически невозможно ну например вот этой модельки я ходил года четыре наверно точно потом они еще лежали лет пять и вот я их случайно нашел и решил использовать в общем-то для выгула собак самое основное их достоинство они очень удобны вот вот практически их не ощущаешь на ноге вот это вот конечно у них есть свой плюс и кожа у них довольно таки крепкая как видите фактически никак не пострадал от носки да там есть небольшие замятины но потертости протертости вот внутри абсолютно нигде нет даже если попробовать вот там где пальцы соприкасаются и прочее все в общем то в идеале кстати пятка тоже как видите в идеале еще один плюс данных туфлей от эко это вот такая вот подкладка честно отходила минимум четыре сезона и фактически вот она целая снизу идет вот такой вот зеленый слой он служит для того чтобы вбирать влагу вот когда вы в них ходите нога не потеет влага вбирается вниз потом только надо достать и высушить стелька классно можно кстати со стелькой ходить можно ходить и без нее я кстати вот так вот пробовал носить они тогда вообще совершенно свободные становятся и такие же практически удобные также есть два отверстия которые вентилируют ваш скажем так носок и еще большой плюс здесь нет шнурков здесь вот такие две резинки которые кстати на удивление тоже в принципе целые остались вы скажете это и есть скажем магия обуви эко то это она есть но вот с чем я столкнулся и в зимних и вот в таких практически летних это вот вот такая ситуация вы подумайте что я не долго ходил нет после того как они полежали ну наверное лет пять они были забыты я их случайно нашел подошва была но приблизительно вот вся такая и это две прогулки с собакой привели вот к такому безобразию а все почему потому что обувь у эко изготовлена из вспененного полиуретана а у него как оказалось срок скажем так службы около наверное 7-8 лет и независимо насиливают зимой или нет зимние вообще после семи лет разлетелись тоже опять же лежали несколько лет потому что блин верх не убивается думаю да положу может пригодятся вместо того чтобы сразу выкинуть когда вы достаете одеваете происходит вот такое безобразие для того чтобы вы поняли что это все таки не экстер вот я могу начать колупать она а превращается вот в такую черную какую-то вот кашицу то есть еще верхушка чуть-чуть держалась если начинаете ходить вот это вот вся кашица просто начинает из них выпадать но естественно если вы кому-то зайдете в гости это будет конечно выглядеть смешно какая-то технология мягкой ходьбы присутствуют в этой модели и сейчас мы попробуем разрезать подошву посмотреть что же там внутри здесь еще такие красивые были резиночки зеленого цвета но они блин после двух прогулок с собак пропали хотел показать там какая-то технология была указана ну неважно потеряли и потеряли давайте попробуем вскрыть пятку посмотреть что же там внутри многие скажут можно было отдать в ремонт не ребята не стоит приступим надеюсь внутри там железа нету возможно внутри еще немножечко живой осталось подошву посмотреть как же должен выглядеть спиненный полиуретан пока он полностью не протру и вот собственно вот так он выглядит вот ведь он конечно местами совсем рассыпается еще какой-то уплотнитель там стоит интересный видите светлого цвета это все же какие-то технологии эковские применены часть подошву видите еще не совсем рассыпается это такая мелко пузырчатая структура практически по всей длине давайте спереди проверим такое же происходит или нет она начинает но вот просто рассыпаться это я к чему ребята обувь эко купили носите не надо их откладывать если вы их относили 45 лет или нафиг вы кидаете или носите дальше пока не развалится иначе просто пролежал у вас где-то там на антресолях вот такое вот дело с вашей обувью может произойти это касается именно тех моделей которые сделаны из спиненного полиуретана форму вы угадываете да если у вас такая обувь то вы в общем то не промахнетесь ну что давайте попробуем отрезать носок обычный кухонный нож получится у меня или нет ребят режется я не знаю почему очень приятно режется это не знаю никогда не резал носки у ботинок но блин отрезается просто шикарно поэтому если кому-то захотите сделать прикол вы сможете легко это сделать вот отрезал к примеру носок давайте посмотрим что тут внутри а внутри все довольно таки неплохо как видите просто толстая кожа идет то есть никаких здесь супер технологии не применяется цельный кусочек вот идет вот отсюда и до сюда практически по центру он сшит приклеен к подошве причем приклеен был хорошо приклеен сейчас просто сама подошва видите она трухлая поэтому он легко отлипает хотя вот местами он даже не отлип ну и сверху пришит вот такой тоже кусочек цельная кожа как ведь это просто толстая такая свинная кожа вот фактически неубиваемый ботинок кстати давайте попробуем его разрезать вот например еще здесь осиная кожа режется просто шикарно вот в центре что-то твердое вам скажу не так легко режется но не металл определенно не металл сейчас разрежем посмотрим что же там не хотелось бы попортить нож ботинки эко но вот что-то там твердое осталось чуть-чуть потерпеть и сейчас мы заглянем внутрь все таки тупица тупица нож довольно быстро пятка вскрыта как видите она начала проваливаться прямо же из внутри внутри все как всегда уэко качественно вы видите подошва литым образом приклеена к собственно к верху обуви еще пришита вот какой-то подкладки из материала правда похожего немножко на бумагу ну скорее всего это не бумага материал называется тексон на нем написано тексон 50 что это за материал я не знаю кстати да вот почему не хотел разрезаться данный ботинок потому что у него вот такой вот металлический супинатор здесь это супинатор называется и кстати самое смешное он переломился вот наверное отсюда все и пошло переломился супинатор и начала разлагаться подошва вот такая вот технология просто металлическая пластина внутри вот такой вот кусок тексона приклеен на тексон сверху приклеена кожа это уже довольно все слабо держится легко отклеивается вот так вот легко разбирается ботинок от эко кстати где вторая часть а вот она вот она вторая часть металлическая почему-то она сломалась причем она сломалась мне кажется довольно давно потому что это не только что я сломал ножом я точно не мог разрезать и вот наверно в него уперся теперь нож конечно придется точить если вы подумали что такая беда только с одним ботинком нет второй вот точно так вот это просто начал разлетаться во все стороны вот что было и замечено и собственно поэтому я решил снять видео показать что вы были аккуратны купили носите хранить нельзя потому что вот ну такие приключения у вас будут с подошвой хотел сказать что ни один ботинок эко при съемках не пострадал но один точно пострадал кому был вот такой вот обзор полезен не забываем подписываемся ставим лайк